Сегодня 7 октября исполняется 71 год Владимиру Путина. Я не знаю, что им можно пожелать и не буду желать ничего человеку, который получил в своей жизни все и теперь не знает, что с этим делать. Путин, собственно, правит Россией уже фактически 23 года и это абсолютно рекорд 20 и 21 веков. Дольше него правили в России только цари из династии Романовых. Абсолютным рекордсменом, кстати говоря, является Иван Грозный. В определенном смысле кумир самого Путина Иван Грозный аж целых 50 лет топил Россию-матушку в крови. Но монархи, они же никем не избирались. Монархов, как говорится, нам назначал Бог. А вот с политиками все немножко по-другому. К политикам вполне применима та знаменитая поговорка «Афоризм Марка Твена», о котором мы как-то начинаем забывать. Политики, как подгузники, менять их нужно часто и по той же самой причине. Ведущий экономист современного Башкортостана Рустем Шайхметов на прошедшей неделе отметил небывалый рост потребительских цен. Только за первую неделю октября, по официальным оценкам, подчеркну это, цены выросли на 0,6%, что дает нам совокупный годовой рост в 31%. А в суровой реальности мы видим, пожалуй, что удвоение цен за текущий год на многие-многие позиции, особенно на импортные товары и те товары, которые могучая путинская Россия так и не научилась производить. Например, на те же самые подгузники. Помогать каналу «Открытая политика материально» не только легко, но и полезно. Пожертвовав нам сумму, сопоставимую со стоимостью чашки кофе, вы можете быть уверены в том, что не утратите надежный и достоверный источник информации, а это в наше время, согласитесь, стоит подороже, чем чашка кофе. Помогать нашему каналу можно, перечисляя посильные вам денежные средства на расчетный счет, который мы указываем в каждом нашем выпуске и в описании под каждым нашим видео. Скандальное заявление Елены Прочаковской, руководителя управления администрации Хабирова, которое она сделала в минувший понедельник на оперативном совещании, о том, что граждане должны платить за отопление квартир, даже если услуга по отоплению не оказывалась, вызвало череду реакций во властных структурах и в бизнесе. Например, мэрия Уфы поспешно заявила, что уфимцы не получали подобных квитанций за несуществующее отопление в сентябре, а крупнейший поставщик тепла Баш РТС даже начал клясться, что будет взимать оплату за тепловую энергию только по факту ее поставки. По сути, госпожа Прочаковская на пустом месте основательно подорвала и без того слабенькое доверие к власти. Если не сказать даже больше, что она, по сути, дискредитировала эту власть в глазах жителей. По моим многолетним наблюдениям, каждое появление Елены Анатольевны в публичном пространстве вызывает у жителей Республики Башкортостан глухое раздражение, которое неизбежно отлетает лично радио Хабирова. И как бы Хабиров не пестовал, как бы Хабиров не настаивал на своем принципе «братву не сдаем», ему, пожалуй, самое время наконец-то расстаться с госпожой Прочаковской и отпустить ее с миром в родные пенаты. Отпустить ее, Радий Фаритович, в Подмосковье, где она, в принципе, на заработанные в Башкортостане непосильным трудом деньги, вполне может построить себе семиэтажный торговый центр «Мирштор» и займется, наконец, своим истинным призванием. И, кстати, об отоплении. В преддверии неминуемого осеннего похолодания власти Уфы уже назначили ближайший понедельник, 9 октября, днем старта отопительного сезона. Ну, а жители Уфы с тоской взглянули в свои опустевшие карманы. В конце недели на Валдайском форуме Владимир Путин объявил новую основную задачу России – это ни много ни мало строительство нового мира. Когда я это услышал, я, честно говоря, тревожно вздрогнул, и вовсе не потому, что впечатлился очередной бредовой фантазией запутавшегося в своих мыслях старика. Вздрогнул я потому, что буквально несколькими часами ранее Радий Хабиров, выступавший на первом заседании свежеизбранного госсобрания Республики Башкортостан, заявил о своем намерении создать некий «Башкортостан-3.0». Согласитесь, мысли у них сходные, хотя, конечно, масштаб разный. И что это было, прозорливость Хабирова или абсолютное единство мышления, я до сих пор так и не понял. Совершенно очевидно, что Хабиров уже начал готовить почву для своего переизбрания на новый срок главы Республики Башкортостан осенью 2024 года. И он отлично понимает, что у Кремля, который никогда никого заранее не обнадеживает, есть как минимум три основных критерия, по которым оценят его готовность к продлению полномочий. Первое – это личная преданность вождю. Второе – стабильность местных элит. И третье – хотя бы минимальная популярность у населения региона. С верностью Путину у Хабирова, в общем-то, все в порядке. Он, очевидно, готов поддержать любые, даже самые безумные начинания, и перевыполнить любые, даже самые неисполнимые обязательства, если они, конечно, не так сложны, как решение проблемы обманутых дольщиков. Единство элит глава региона понимает достаточно своеобразно. Он верит, что можно добиться этого самого единства, если всюду расставить верных, неизбежно заменяя ими умных. И почему Хабиров очень удивляется тому, что неизбежно плачевный результат периодически всплывает на поверхность, мне непонятно. Ну, собственно, наверное, потому что он не видит разницы между верными и умными. А вот с популярностью в народе у Хабирова действительно все по-настоящему плохо. Даже в родном ему и Шимбае бабушки у подъездов начинают ненормативно излагать свое отношение к нынешнему башлыгу, только услышав его имя. Отторжение вызывает Хабиров и у ряда национальных авторитетов, что достаточно странно, потому что он всячески себя позиционирует как истинный башкир, но у истинных башкир он, конечно, никакой поддержки не нашел. И это тоже одна из проблем ради Хабирова. Не на шутку обидевшись на неблагодарный народец, который так и не оказался способен оценить такого красавца, Хабиров сконцентрировался на селекции верной ему элиты. Именно с этой целью произошла смена сенатора Совета Федерации от Республики Башкортостан Ирика Елалова на никому неизвестного, но, видимо, очень милого сердцу Хабирова Олега Голова. Олег Голов известен только тем, что совершенно неизвестен, чем он заслужил представлять регион в Верховной Палате Российского Парламента. Трудовой путь этого самого Голова отмечен лишь незначительными или, очевидно, вторичными должностями и постами. Как и почему вчерашний глава всего лишь Благовещенского района Республики Башкортостан становится сенатором ядерной державы, понятно, видимо, только Хабирову. И, собственно, только Хабирову это и выгодно. Судьба Ирика Елалова, конечно, интересна, и, собственно, здесь есть довольно простая развилка в будущем. Либо Ирика Ишмухаметович уходит в никуда, получив какую-нибудь благодарственную должность в Москве, что, собственно, случилось с очень многими депутатами Государственной Думы и сенаторами от Республики Башкортостан, и дальше коротает свои оставшиеся годы в сытости и безвестности, либо Ирик Елалов становится некой альтернативной фигурой ради Хабирову, о чем грезят многие в Республике, что, собственно, было бы неплохо и забавно и интересно, но все-таки я склоняюсь к первому сценарию, потому что Ирика Ишмухаметович никогда не славился инициативностью и собственной позицией, всегда предпочитал примыкать к каким-то группам и группировкам, сотрудничать с кем-то, умножая собственные незначительные ресурсы и силы. Но, собственно, об этом мы узнаем в ближайшие месяцы, посмотрим, куда направится Ирик Елалов после окончания своих полномочий сенатора от Республики Башкортостан и поймем, на что же он способен или не способен. Единственной явной ошибкой Хабирова в его бесконечной череде назначения приспешников на различные посты и должности было, конечно же, возвышение Шамиля Валеева. Видимо, Хабиров забыл о том, как Шамиль бежал из-под его крыла в Москве, в той самой ссылке, когда Хабиров убежал в багажнике в Москву и попал на работу в администрацию президента. Так вот, тогда Шамиль все-таки последовал за Хабировым и некоторое время бегал вокруг него. Однако, разочаровавшись в платежеспособности ради Фаритовича, Шамиль вернулся в Башкирию, пал в ноги ненавистному Хабирову Хамитову и, в общем-то, как-то там умудрился выпросить себе вполне приличную, теплую должность. Забыл Хабиров и о том, что Шамиль Валеев был ближайшим соратником и сподвижником иноагента Мурзагулова и, собственно, вероятнее всего, таковым сейчас и остается. Напомню, что вот на минувшей неделе новоиспеченный депутат Госсобрания Шамиль Валеев, бывший публицист из Убаскал, заделался заместителем руководителя, председателя комитета по развитию институтов гражданского общества, информационной политики и религии. Ну, не обошлось и без иезуитского остроумия. Шама теперь будет делить эту должность, кстати говоря, с зарплатой в 300 тысяч рублей, с юниром Кутлугужиным. Ну, что само по себе и очень смешно. В целом, глядя на эту суету Хабирова с кадрами, мы видим, что он, очевидно, не уверен в том, что Кремль однозначно поддержит его кандидатуру и начинает предпринимать всевозможные вот такие действия по укреплению своих позиций внутри региона. Хабиров наивно полагает, что это может каким-то образом впечатлить Москву. Москве сейчас не до этого. И, на самом деле, решающим фактором по продлению или непродлению полномочий Хабирова будет результат, который даст Башкортостан на выборах президента Российской Федерации 17 марта 2024 года. Это будет решающим, а все остальное, конечно, мишура. Профессия чиновника или начальника в государственном предприятии с приходом команды Хэ в республике Башкортостан стала весьма опасной. И вовсе не потому, что чаще стали падать горшки с цветами на голову чиновников, а потому что резко возрос риск перемещения из теплого кресла на прохладные нары в тюрьме. И на этой неделе мы видели целый ряд тому подтверждений. Например, заместитель главы Белокатайского района республики Башкортостан Константин Гладышев получил аж 7 лет и 8 месяцев лишения свободы за то, что принял и оплатил жилье для сирот, непригодное для жизни. Ну, согласитесь, это уже совсем какой-то запредельный цинизм. И, судя по всему, решение суда было истолковано именно этим. А еще по подозрению в получении взяток арестован директор Уфимского железнодорожного вокзала. Ну, мы помним, что очень крупные ассигнования были выделены на реконструкцию этого вокзала в очередной раз. Уже, пожалуй, что лет 15, как у нас реконструируется железнодорожный вокзал на станции Уфа. И вот теперь арестован директор железнодорожного вокзала. А вот вице-премьер правительства Беляев и его подельник министр строительства Кучербаев похоже утратили последнюю перспективу скостить себе срока. Кассация оставилась в силе решением по делу об отзыве федеральных денежных средств Фонда развития территории, выделенных на реконструкцию объекта очистных сооружений в поселке Маячный. Тот самый объект, по которому, собственно, Беляев и Кучербаев были осуждены. И факт того, что это решение в суде устояло, в свою очередь, обосновывает материальный ущерб, нанесенный Беляевым и Кучербаевым бюджетом. То есть, все основания оставаться и сохранить за собой тот срок, который ему был назначен судом, Беляев и Кучербаев вполне получают. Все эти истории, которые повторяются и происходят из недели в неделю, в общем-то, коренятся в том, какими принципами руководствуется команда Хэ, и лучшей иллюстрацией этих принципов является обилие уголовных дел и приговоров соратникам Хабирова. Причем соратникам самого разного уровня. От какого-нибудь захудалого завхоза администрации главы до целого вице-премьера правительства, который, собственно, и возглавляет сам Хабиров. Неожиданный удар по команде Хэ на минувшей неделе нанес Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по факту выдачи заключений на строительство Зининской развязки. Уголовное дело было возбуждено в отношении должностных лиц управления госэкспертиза по Республике Башкортостан, но, собственно, это коснется и проектных организаций. Проект развязки готовил ГУП Уфимский проектно-производственный центр «Уралдорстранс». Учредителем и стопроцентным владельцем этого ГУПа было Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. Но на данный момент этот ГУП предусмотрительно уже ликвидирован. ГУП превратился в ООО с тем же самым названием и тем же самым директором Гелезидиновым Римом Кадимовичем. Почему я говорю, что это неожиданный удар по команде Хэ? Потому что, собственно, возбуждение уголовного дела по этой истории процессуально, процедурно и фактически в состоянии остановить вообще все процессы на этой развязке до окончания расследования дела. Потенциально саморазвязка, документация и прочие все вещи вокруг нее могут стать элементом уголовного дела, вплоть до того, что саморазвязка может стать вещественным доказательством преступления, в котором подозревают должностных лиц сотрудники Следственного комитета. Собственно, правоохранители посчитали опасным для жизни и здоровья тот факт, что превышена допустимая нагрузка на свои опор. Ну и согласитесь, это звучит действительно угрожающе и, пожалуй, что стоит с этим согласиться. А ведь еще буквально пару недель назад чиновники разных мастей и Министерства строительства, и Министерства транспорта, и мэрии Уфы соловьями заливались, рассказывая о том, насколько незначительны те недочеты, которые вскрылись при строительстве этой развязки, и, собственно, о том, что сейчас мы буквально вот в 5 минут и 15 секунд устраним все эти недочеты. Где теперь все эти соловьи? Ну, стоит надеяться, что они где-нибудь уже в кабинетах следователей Следственного комитета. И, повторюсь, если сам объект, документация и сотрудники, связанные с этим объектом, становятся субъектами уголовного дела, то вполне возможно, что строительство будет заморожено на неопределенный срок. При этом уже прозвучали предположения о том, что вся вина будет возложена на проектировщиков этого объекта, и что, дескать, за счет проектировщиков мы и будем компенсировать все недочеты. Ну, тут, как говорится, ха-ха три раза, потому что, повторюсь, вот этот ГУП, который проектировал развязку, уже ликвидирован. Естественно, у него подобных средств вообще, в принципе, никогда не было и не будет, потому что там все всегда шито-крыто в этих ГУПах. Так что это достаточно наивно и, в общем-то, на мой взгляд, паническое предположение о том, кто будет это все компенсировать. Ну, нам остается надеяться, что техническое решение по реконструкции этой развязки будет найдено и реализовано, и то, что хотя бы кто-нибудь из по-настоящему виновных в вот этом всем инциденте будет наказан и не только уволен, но и посажен в тюрьму. Потому что, на самом деле, здесь очевидно просматриваются и какие-то коррупционные нарушения, и нарушения технологические, которые, собственно, и повлекли за собой угрозу жизни и здоровью граждан. Удивительным образом на этой неделе совпали два события. Доклад министра строительства Сидоркина о неимоверных успехах региона в расселении аварийного жилья и разгорающийся скандал вокруг попытки организовать снос трех домов в центре Уфы под видом признания их аварийными. Хотя при этом сами жители этих домов категорически с этой аварийностью не согласны. Я только-только начинаю погружаться в эту непростую историю и не обладаю, на самом деле, всей полнотой информации. А то, что мне удалось узнать, я почерпнул из материалов одного уфимского микроблогера и из общения со старшими по подъездам и домам в этих трех расселяемых домах. Но даже того, что я узнал и услышал на данный момент, вполне достаточно, чтобы предположить в этой ситуации неладное. Собственно, речь идет о трех малоэтажных домах, расположенных на очень вкусном участке земли в самом дорогом центре Уфы. Это дома Пушкина 15А, Карла Маркса 15А и Пушкина 79. По словам жителей этих домов, они подозревают чиновников Уфимской мэрии в действиях, в интересах застройщика. А застройщик там ООО «Специализированный застройщик Пушкин», вот такое название у него, который, в свою очередь, аффилирован с первым трестом. Ну, об этих подозрениях жители домов уже написали в заявлении в Следственный комитет, потому как бы звучать это как обвинение или необоснованное обвинение пока не может. Это пока предмет рассмотрения предположений и подозрений в Следственном комитете. Согласно проекту, который уже доступен, вот это самое ООО «СЗ Пушкин» на месте трех небольших малоэтажных домов собирается вознести 37-этажный огромный бетонно-стеклянный дом с вертолетной площадкой на крыше на 1200 жильцов и 700 автомобилей, которые будут стоять вокруг. Жители отрицают тот факт, что они обращались в Минстрой Республики Башкортостан с просьбой признать их дом аварийным, а ведомство, в свою очередь, ссылается на то, что обращения граждан были. Вот этот конфликт сам по себе повод для проверки, например, факта или отсутствия факта подлога документов. Да и вообще много-много там всякого интересного со слов жителей происходит. Это и взлом подвалов и чердаков, это подкоп под фундамент, который ввелся из тайком выкупленной комнаты, ну и прочие-прочие странности. Жители подозревают, что застройщик хочет заполучить золотую землю, но при этом не хочет платить ни за их жилье, ни за ту землю, которую он получает, а пытается применить более дешевую схему при расселении аварийного жилья. Потому что, ну, если, например, просто тупо выкупать жилье у всех жителей домов, которые стоят на том участке, который вам понравился, то это действительно будет дороже. Люди начнут там завышать цены или хотеть хотя бы получить реальную цену. А если признать дом аварийным, и, ну вот, все, все аварийно, опасно, все, вы выезжаете, то им легко раздают очень дешевые квартиры в Шакше, и после этого они там не рыпаются и живут. То есть это, по сути, принудительное расселение. В общем, именно вот этого и боятся жители. При этом жильцы вот этих трех несчастных домов еще не знают о том, что совсем недавно в первом тресте весьма важный пост занял тот самый Александр Филиппов, тот самый Сандро Филиппов, который, как известно, большой-большой специалист по весьма экзотическим методам расселения аварийного жилья. В общем, начинаем разбираться с этой историей. Если у вас есть хоть какая-то информация об этом всем, особенно если есть информация о том, как работала межведомственная комиссия в мэрии, которая признала эти дома аварийными, пишите нам на почту. Я лично гарантирую анонимность всем, кто нам что-то будет писать, особенно чиновникам мэрии и ведомств, причастных к этой истории. Так что не бойтесь, пишите, мы вас точно не подставим. Пока мэр Уфы тешит свое юношеское самолюбие бутафорскими должностями во всяких ассоциациях, в столице Башкирии продолжают происходить возмутительные безобразия и странные траты скудеющего бюджета. Невзирая на то, что дефицит бюджета Уфы вырос в 24 раза и достиг почти миллиарда рублей, мэрия, например, вознамерилась закупить аж тысячу бетонных урн, зачем-то отделанных мраморной крошкой. Каждая такая мусорница обойдется дефицитному бюджету столицы республики в 10 тысяч рублей. Ну, где-то в Нефтекамске веселые пацанчики уже побежали на рынок за цементом. А вот жители района Голумилина в Уфе негодуют от того, что внезапно началась вырубка соседнего с их районом Кошкиного леса. Ну, глава Октябрьского района Сергей Плотников прибыл на место и заботливо успокоил граждан. Он пояснил, что это еще не вырубка. Это всего лишь просеку делают для новой теплоцентрали БашРТС. А вот вырубка начнется тоже скоро, но она начнется в связи с продолжением строительства улицы Нуреева. Ну, тут, как говорится, утешил так утешил. Очевидно, что власти города безразличны к всевозможным тревогам и чаяниям населения, но вот к чему чуток и внимателен Ратмир Мавлиев, так это к нуждам и пожеланиям своего благодетеля ради Хабирова. Не успело еще просохнуть абхазское вино на губах главы республики Башкортостан, а Мавлиев уже организовал проектирование копии сухумской колоннады на набережной Уфы. И мгновенно нашлись 5,5 миллионов рублей на создание этого проекта. Вот чудо прелести красота, как говорил мой учитель физики. На многие вещи в бюджете Уфы денег нет, а вот на эту идиотскую колоннаду на набережной нашлось. Это только на проект 5,5 миллионов. Сама колоннада как бы в миллиард не обошлась. Несмотря на ощутимое напряжение в российско-армянских отношениях, в Уфе строители из долины Рарата чувствуют себя прекрасно и продолжают резво менять плитку в цилиндре города на мраморные и гранитные плиты максимально возможной стоимости. Но у меня возник неожиданный вопрос, глядя на аккуратно упакованные старые плитки. Вопрос собственно такой, а куда вот эти вполне себе пригодные почти новенькие плитки, а их миллионы этих плиток, уходят дальше? Ведь наверняка они уже списаны с бюджета столицы республики, и в общем-то по балансу они стоят ноль, а их миллионы. Куда они деваются? И вдобавок еще один вопрос. А куда деваются 44 тысячи старых, но вполне себе работоспособных светильника, которые Мавлеев меняет на столь милые его сердцу светильники компании «Башлайт»? Очень интересный такой бухгалтерский вопрос. Куда вот эти деваются старые камни, которыми была вымощена улица Ленина, и куда деваются светильники, которые вполне себе могут освещать и дальше? Может быть кто-нибудь из правоохранителей заинтересуется этим вопросом? После того, как в прошлую субботу в селе Подольск прошел протестный сход граждан, и на нем было заявлено несогласие с планами переселения села ради интересов компании «Башмедь», активистам и участникам схода стали поступать угрожающие сообщения, в которых им советовали, цитирую, «прекратить будоражить людей и подумать о родных и близких». По меньшей мере трое участников схода, это Сагит Исмогилов, Рамис Телепкулов и Ирина Курели, заявили о подобных угрозах, причем угрозы эти поступали практически в идентичных выражениях. Не знаю, обратит ли внимание на эти угрозы какой-либо правоохранительный орган, но отмечу, что угрозы это, конечно, всегда признак беспомощности. Судя по всему, ни Башмедь, ни заинтересованные в ее успехе власти Республики Башкортостан ничего не могут поделать с протестными настроениями в селе Подольское, и эти протестные настроения сейчас, вероятнее всего, будут подхвачены теми, кто заинтересован, собственно, в том, чтобы, например, попользоваться подобными явлениями. Завтра, 8 октября, в 21.00 на нашем канале состоится 92-й стрим «Открытой политики». Подключайтесь, обсудим насущные проблемы, поговорим об отоплении, поговорим о том, что подразумевал Хабиров под строительством Башкортостана 3.0, и как вы видите вообще необходимость подобного строительства, и вообще что является основой для Башкортостана 3.0. Может быть, мы вспомним, что такое Башкортостан 2.0. В общем, есть о нам о чем поговорить. А если у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотите прислать заранее, то пишите их в комментариях под вот этим нашим сегодняшним видео. Все их я увижу, прочитаю и постараюсь на них ответить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова